Друзья, всех приветствую! Сегодня проверяем надежность приклейки магнитов на суперклей и заливкой бандажа из эпоксидной смолы. Есть вот такой ротор проекта Nooname, его переделаю. Ссылочки, почему я решил переделывать на видео, будут в описании. Но давайте сейчас вооружимся стамесками, зубилами, молотками и попробуем отодрать как эпоксидную смолу и так и сами магниты, приклеенные на суперклей. Первоначально давайте отколем краешек эпоксидной смолы, чтобы... Ага, так, ну что я могу сказать? Если эпоксидная смолка хрупкая, да, колется как стекло, вот. Но, видите, вот таким куском откололось. Дальше держит именно монолитная заливка. Ну давайте дальше откалывать. Вот тут возьмем. Ага, колется хорошо. В данном случае это хорошо. Конкретно в этом случае это, конечно, хорошо отстает. Отстает. Да, вот то, что она монолитная обливка, это позволило не отслаиваться. Буду делать так же. Так, ну что я вам скажу? Прям так, чтобы оно... Ах, хрупкое, да. Ну прям так, чтобы она отставала легко и непринужденно. Нет. Давайте сейчас вот здесь вот отколем, и вы посмотрите, как это происходит. Но удары нужно наносить и так. Видите, да? То есть не так уж и легко она колется, хотя и колется. Ну, получается, как стекло. Как будто бы его облили вокруг железа. Так, давайте теперь попробуем сковырнуть конкретно магнит и эпоксидку, которая между магнитами налита. Так, вот, пошла, пошла, пошла. Отлично. Да, щелкивается. Но обращаю ваше внимание, на самом магните, видите, да, приклеенный суперклей. И не так уж легко его сковырнуть. Вот, видно. Видите, суперклей приклеился к никелю непосредственно на магните. И ответная часть, вторая, также вот, видите, здесь суперклей приклеенный. То есть часть остается на магните, а часть остается на роторе суперклея. Ага, вот, смотрите, друзья. Здесь магнит откололся. Здесь все-таки магнит откололся. То ли потому, что я по нему ударил зубилом. Вот он уголок. Но он остался там, на роторе. Блин. Что я вам скажу? Вот смотрите, вот сейчас вот здесь с середины уже просто так ковырнуть без ударов не получается. Ни эпоксидку от металла, ни клей, ни сам, точнее, магнит от металла. Ну что могу сказать? Эпоксидная смола где-то держится, где-то не держится. Но суммарно, как бы, свою функцию все-таки она выполняет. Особенно я как делал. Я на ротор, видите, здесь наливал. Вот так полностью. Он связал вот эту наружную часть сюда, к центру. И точно так же здесь вот наливка идет. То есть получается такая эпоксидная между магнитами заливка. Так, давайте сразу, на что я хочу обратить ваше внимание. Первое, видите, ротор вообще не ржавенький, ничего. То есть он белый, как будто бы его только что выточили. И плюс еще на самом роторе не буду. Не знаю, будет ли видно в качестве изображения. Но риски. Я просил токаря не чисто снимать вот размер вот этот внешний. Наружный назовем его, да? На роторе. А именно грязно, чтобы остались риски от резца. И вот за эти риски как раз-таки хорошо и цепляется суперклей. Так, давайте еще попробуем вот эту часть без ударов сковырнуть. Так. Ага, пошел. Вот. Аккуратненько. Тоже опять же, видите, суперклей на магните. И чуть-чуть его вот здесь по центру. То есть если применять вот такую наливку вот сюда, да, чтобы как в чулок, как будто бы одевался весь ротор. Так же он потом проходил между магнитами заливка эпоксидной смолы. Ну, я думаю, имеет право на жизнь. Имеет. Все. Ну, хорошо. Магниты несколько откололилось. Сейчас попробую еще более аккуратно. Аккуратно. И так потихоньку всех их... Ну, чтобы вы понимали, вот, руками, да, без начелкивания зубилом их не отодрать никак. Нету тут ничего отхода такого легкого, как, допустим, был в том случае, когда ротор насосал в себя влагу и ржавчина прям начала отрывать магниты. Здесь такого эффекта нет совсем. Ну, все, друзья, я продолжаю расклейку этого ротора. Скоро буду клеить новый. А вы подписывайтесь, кто не подписан. И ждите продолжения по переделке вот этого проекта NoName на новую магнитную систему. Магниты уже приехали. Все. Всем пока. Продолжение следует...